Трудные места Писания Ну да, и тут же начинаешь думать, а как не поверь, а вот я чай пью, это поверь или не поверь? Вот когда в Россию только стали завозить чай, старообрядцы считали сначала, что это не поверь, а потом стали чай пить, а вот кофе не стали, и табак курить не стали, то есть чай пить поверь, а кофе нет с их точки зрения. Ну и таких вопросов можно много задавать, вот, конечно, вера, она бывает у всех разная, и вот тогда как нам определить, а кто-то считает, что это грех, и, значит, это грех для него, а кто-то не считает, значит, для него это не грех. Тогда вообще какая-то полная субъективность, да? Десять заповедей по боку, потому что я верю, допустим, что можно убивать и грабить, но так я и буду этим заниматься, и это по вере, и это не грех. Ну какой-то смысл получается совершенно кривой, вот точно Павел этого не имел в виду. А давайте посмотрим на контекст, и, может быть, даже я обращусь к своему переводу, как несколько более такому понятному. Смотрите, перед этим Павел разбирает вопрос о пищевых запретах, которые у христиан были, конечно, не такие, как иудеев, но некоторые христиане не хотели есть мясо с рынка. По какой причине? Потому что на рынке мясо оказывалось часто символически принесенным жертву идолам, языческим богам, да? Ну, забивали какую-нибудь коровку, овечку, и часть небольшую, там, жира, допустим, кидали на алтарь божества какого-нибудь, да? Чтобы хорошо шла торговля, чтобы удача была в делах. Тем самым овечка или коровка становилась идоложертвенной, потом ее рубили и продавали на рынке. Значит, ты поел этого мяса, ты стал причастен жертве какой-нибудь Артемидии или Аполлону. Многие говорили, нет, я не буду этого есть. Кстати, и сегодня сплошь и рядом можно об этом слышать. Допустим, я один раз рассказал о том, что я заходил в кафе, где индийская пища, кстати, вегетарианское кафе в Москве, очень вкусно готовят. Мне сказали, это же идоложертвенные, они же там, я уже забыл, кто они, кришнаиты или индуисты, в общем, последователи одной из восточных религий. Я об этом ни сном, ни духом. То есть, те блюда вкусные, которые там продавались, что они серьезно были принесены в жертву, там, вишну или кришни или кому-нибудь еще, мне кажется, никак это меня не связывает. Вот люди многие тогда считали точно так же и говорили, ну, я же не делал состоятельного выбора, я пошел на рынок, купил мясо. Хорошее мясо, приготовил его, поел, угостил других, что я плохо сделал. Так вот, Павел начинает свой разговор именно с этого, что для вас добро, то пусть для других не станет поводом кругания. Царство Божие – это не пища и не питье, но праведность, мир и радость Духи Святого. И кто так служит Христу, тот угоден Богу и в почете у людей. Так что будем стремиться к миру и ко взаимной помощи. Ради пищи не губи Божьего дела, вся она чиста, но плохо, когда твоя еда соблазняет другого. «Лучше уж не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, что послужит к падению твоего брата». То есть все чисто, ешь что хочешь, пей что хочешь, но если твой брат по вере соблазняется, если для него это служит поводом думать, ага, он ел и дал жертвенное мясо, он там пил с грешниками, не ешь этого мяса и не пей этого вина. Не потому, что они плохи, они прекрасны, благодаря Богу пей и ешь и радуйся, «Но ради другого человека воздержись». Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода ближнего. Замечательный принцип, который уже в более поздние времена был сформулирован, но у Павла он есть просто другими словами. «Вся пища чиста, но плохо, когда твоя еда соблазняет другого». «Есть у тебя вера, пусть будет она при тебе и перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя за свой выбор, а кто ест и при этом сомневается, уже осужден, потому что поступает не по вере, а все, что не по вере – грех». Так вот, «не по вере» здесь может быть не очень точный перевод. Если совсем точно переводить, «ук эк пистеос», буквально «не из веры». Фактически Павел говорит, что вера в Бога становится центром твоей жизни. И ты ешь ли, пьешь ли, воздерживаешься ли от этого, благодаришь Бога, ты это делаешь по вере. Это не касается только религиозных вещей. Вот молюсь я по вере, да, а ем, пью, там, сплю, развлекаюсь, я, как все прочие люди. Нет, вся твоя жизнь перед ним, да. И если твоя вера находится в гармонии с твоей жизнью, то все хорошо. А как только эта гармония нарушается, как только ты ешь, ну, думаешь, ой, я думаю, многие были в такой ситуации, но с идоложертвенным сложнее, а, допустим, там, великий пост позвали на день рождения, отказаться невозможно, но там же будет, и дальше длинный список блюд, да. Вот, наверное, я попробую, но чуть-чуть. Я не буду, конечно, отказываться, чтобы этим не обидеть, но я понимаю, что надо будет на исповеди потом сказать. И вот это вот начинается, да. И человек находится в состоянии глубокого невроза, да. Павел говорит, ешь. Вот ешь с простым открытым сердцем или не ешь, как хочешь. Вот как тебе совесть подсказывать? Только не вступай в этот конфликт жизни и веры. Вот ты веришь, что нельзя это есть? Не ешь. Радостно, просто, благодаря Богу. Ты веришь, что это вполне допустимо? Ешь, не хватая себя за руки и за язык одновременно, да. То есть, фактически, это такая фраза про религиозные неврозы, которые часто бывают у людей, да. Человек чувствует, что он живет не так, как от него требует его вера. И не в силу, скажем, своей слабости, того, что он там, ну, не может он великих подвигов совершать. А вот выбор он делает не те, которые ему вера подсказывает. И вот это грех. Мы хотим список. В Великий пост грех съесть котлетку или прийти на день рождения и обидеть именинника, отказавшись котлетку съесть. Что из этого больше грех, да? А Павел говорит, да понятия не имею. Твоя вера тебе подскажет, из твоей веры родится решение. Если ты будешь действовать противно твоей вере, то это будет грех. Неважно, съешь ты, не съешь, воздержишься, не воздержишься. Важно, что ты противодействуешь собственной вере. Вот, мне кажется, это гимн свободе. Мне кажется, что вот эти слова, которые я уже называл, во-первых, вы свободны, а во-вторых, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода твоего ближнего, вот они здесь сформулированы удивительным образом, потому что, мне кажется, до сих пор не было таких религиозных философских учений вот до Нового Завета, в которых эти вещи были бы настолько ярко выражены. Одни давали списки правил, таких гораздо больше, что можно, чего нельзя. Ну, Моисеев закон, в конце концов. Свинину нельзя, и все. Другие, может быть, давали такую некоторую вседозволенность, то есть делать, что хочешь, и будь счастлив. Такие учения тоже всегда были популярны. Будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. А Павел говорит, нужна гармония. Нужна гармония между твоей жизнью и твоей верой, и тогда ты не совершаешь греха. Не значит, что ты вообще безгрешен, но значит, что ты, по крайней мере, не ставишь над собой вот эти рамки, эти потолки, о которые все время головой бьешься. Не надо. Вот это и будет грехом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.